С вами Code of Architecture. Мы читаем книги для архитекторов и не только. И сегодня со мной Язонов, Саш Паламодов и Вова Чистяков. И сегодня мы обсуждаем девятую главу из книжки Design and Data Intensive Applications, где рассказывается про линеализуемость и алгоритмы консенсуса. На самом деле глава очень тяжелая. Я даже в твиттер запостил вчера твит такой «Консенсусные алгоритмы для отказоустойчивой реализации или нереализуемых операций». Просто попробуйте осознать это сходу. Я уверен, что получится плохо. У меня плохо получилось, поэтому пришлось. Что это все такое? Вот мы попробуем сегодня обсудить. Да, у меня есть такие впечатления после главы. Ее читать довольно интересно, но ты читаешь прям такое ощущение, что много-много-много теорий. И она такая очень похожая. И ты думаешь, типа, блин, для чего это все надо? И где-то ближе к концу ты только понимаешь, а, так вот ты к чему все вел. Вот. И потом думаешь, блин, надо обязательно перечитать, чтобы теперь осознанно подойти ко всем этим разницам, которые он описывал. Да, очень прикольно, что в этой главе много мутана. Ну, то есть там, типа, полный порядок, неполный порядок, отношения порядка, вот это все. Мне понравилось там в самом конце, в summary уже написано, что, ну, в каком-то случае мы используем consensus act as a God, вот, типа, когда приходит человек и решает consensus. Ну, потому что ты говоришь, что там полно мутана, но там вот куча таких вещей, что, ну, в каком-то случае это не надо использовать, а в каком-то случае просто приходит человек и решает за всех. Но это, типа, медленно, поэтому мы будем рассматривать вот эти сложные алгоритмы, да, которые воспринимаются сложно. Кстати, картинок не очень много в голове, да, и это тоже добавляет, что ты чистый текст в какой-то момент читаешь только и пытаешься разобраться вообще, что здесь написано, что происходит. Да, ну, и в чатике мы тоже сегодня обсуждали, что эта глава, она похожа на такую методичку по какой-то, либо по очень большой книжке, либо по целому курсу прям на семестр. То есть она такое ощущение, что довольно сжата, вот, и, короче, у меня, опять же, ощущение, что надо ее перечитать более внимательно, потому что многое такое ощущение, что пропустил. Ну что, давайте, может, с чего-то начнем уже потихонечку. Я хотел бы добавить, что, да, вот, ну, материал такой, да, больше как методичка, да, что если вы хотите разбираться в этой теме, то, как всегда, в каждой главе у Мартина там 100 ссылок, на которые можно перейти, почитать пейперы на связанные темы, вот, и разбираться подробно, вот. Ну, и как мы в прошлый раз обсуждали, что вся книга такая, она больше дает какое-то овервью и направления, в которых вы можете там в будущем покопать, разобраться, вот, а может быть, там, на текущий момент этого овервью, там, для вашей работы будет достаточно, чтобы принять решение какое-то, да, вот. Вот, и также повторяется эта фраза, что не, ну, вряд ли вы сможете реализовать какой-то алгоритм консенсуса, который будет описан в этой книжке, да, но вы хотя бы будете знать вообще, на что обращать внимание, и какие задачи вообще стоит решать с помощью этих алгоритмов. Да, хотел еще спросить у слушателей, вот, перейдите, пожалуйста, чатики в режим для всех, и нажмите, пожалуйста, единички, пришлите, единички, если вы эту главу прочитали, вот, интересно, кто прочитал, мы такую презентацию уже долгое ощущение дали, вот, интересно, кто тоже читал эту главу. Одна единичка, две. Так, ну, короче, есть 0,5. Окей, окей. Да, ну, я надеюсь, что наш, наш фидбэк не отговорит вас читать, почитайте обязательно, это очень прикольная штука, вот, и, да, и давайте, наверное, начнем уже. Так, давайте сначала, в начале этой главы, да, там, немножко таких абсуратных штук там написано про то вообще, что будет рассмотрено, в главе, да, и вот, опять же, посмотрим на этот остров, который нарисован в начале главы, и тут, так, это, в центр, вулкан, да, это примерно то, что, наверное, происходило с нашими главами, когда мы читали эту главу, потому что, да, материал сложный, да, и из того, что я хотел бы отметить с этого рисунка, да, что вот там есть внизу разбитые корабли, да, и это, как такая мантра, что не пытайтесь сами реализовывать вот эти системы, посмотрите, что есть существующие, да, может быть, там, не знаю, контрибьюти лучше в существующие системы, чем попробуйте написать свои реализации, вот, это тоже где-то в этой главе. Вот, и первое, о чем вообще в этой главе рассказывается, здесь, мне кажется, не нарисовано ничего про это, на этом острове, вот, но сначала, опять же, строятся какие-то, ну, обсуждаются гарантии, консистентности, да, которые могут предоставлять системы, и вообще, что мы уже смотрели в соседних предвыдущих главах, да, вот, вспоминается тема про eventually consistency, вот, и Мартин опять добавляет еще одно определение, что, может быть, она должна называться не eventually, а что-то про сходимость, да, это типа конвергенция, да, конвергенция, да. Ну да, там, что состояние в итоге сходится, то есть, если мы перестаем писать в базу, да, то все реплики в итоге через какое-то время начинают отдавать одно и то же. Проблема с этим подходом в том, что через какое время абсолютно не определено, что мы в прошлой главе узнали, что сетевые задержки, они вообще, ну, неопределенные, и просто ждать этого, ну, не получится, поэтому нужны какие-то более строгие гарантии. Вот, также в этом интро упоминается, что, ну, давайте посмотрим на какие-то более сильные гарантии, которые может предоставлять система, да, это вот как раз все уходит к линейализуемости, вот, и сравнивается, ну, типа, можно подумать, что очень похожая штука с уровнем изоляции транзакции, да, и вот как раз там Мартин указывает немножко на эту тему, что, в принципе, чем-то похоже уровень изоляции от вот этих уровней, ну, нет уровней от гарантий, которые предоставляет может определенная система. Да, все верно, и, может быть, начнем про как раз вот это линейразабилити говорить. У тебя, Илюк, есть картиночка? Ну, да, да, есть картинка с нарушением этой линейализуемости, вот, и она как раз говорит о том, что, ну, там пример был такой, что вот два человека сидят, смотрят футбол, не знаю, или сидят там через какие-то источники, ну, вот, в какой-то сервис смотрят, вот, один смотрит сервис, говорит, о, там, не знаю, наша команда выиграла, вот, другой товарищ, Боб, смотрит на то, что, ну, какой счет действительно, то есть он уже узнал, что выиграли, но он идет смотрит в систему, а видит, что там нет, еще не выиграли, вот, то есть там как раз вот этот select, final score, да, он выдает другой результат, вот, и тут как раз это нарушение, да, этого подхода, что, ну, что вот этот второй участок, Боб, после того, как он уже знает реальный результат, он все равно видит какие-то устаревшие данные, да, вот, и это именно происходит, например, из-за того, что есть, ну, у нас сильный лидер, да, и асинхронная репликация, и того, что вот этот Боб пойдет на другую базу, до которой еще этот, там, апдейт не прилетел, вот. Ну, да, или какие-то задержки, либо еще что-то. Да, тут надо сказать, что, ну, вот мы начали использовать термин линейализуемость, они сказали, что это значит, по линейализуемости мы понимаем, что система выглядит так, как будто в ней одна нода, ну, то есть, то, что ты записал, да, и прочитал в следующий момент, ты вот прочитал именно то, что записал, то есть, как будто не существует никаких реплик, репликаций или еще чего-то, да, все работает, как будто это единая машинка. Ну, да, 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 и то, что каждая операция, она атомарна, да, то есть, нету кондиктора. Это тоже важное свойство. Да, да, да. Ну, то есть, каждая запись, она атомарна. Не бывает такого, что ты начал писать, и, типа, можешь видеть какие-то промежуточные состояния. На самом деле, ребят, смотрите, линейализуемость, ну, Вов, ты сказал про, ты записал, ты прочитал, это, ну, собственно, и чтение, это немного, ну, типа, менее строгая гарантия. То есть, если говорить про линейализуемость, вот, ну, как бы, более строгом определении, то это история про то, что у нас есть какие-то операции, которые могут пересекаться времени, а могут не пересекаться, ну, во времени, да, то есть, их исполнение. В итоге, что получается, что у нас для тех операций, которые не пересекаются во времени, ну, то есть, их выполнение, у нас должен быть какой-то, ну, явный порядок, вот, и точка линейализуемости должна быть, до которой, ну, условно говоря, ну, в общем, после которой все точно получат одинаковый ответ, ну, то есть, условно, Элис, Боб, не знаю, Чарли, кто-то еще, вот, эти ответы, они будут, ну, одинаковы, условно говоря, о том, какой порядок был между событиями, вот, если у нас, ну, как бы, операции с нашей распределенной системой пересекаются во времени, то линейализуемость не говорит о том, какой конкретно порядок должен быть у этих событий, ну, то есть, какие ответы. Но, когда мы уже узнали о каком-то порядке, то он должен поддерживаться именно таким. Ну, условно говоря, у нас есть операция А, операция Б, операция С, которые идут. И, ну, если уж мы знаем, что, например, операция А, ну, закончилась раньше, потом Б, потом С, то об этом не только мы узнаем, но любой, кто спросит у этой системы. Вот, и на самом деле это достаточно прикольно, потому что действительно создается впечатление, что мы можем воспринимать эту систему, то есть, если мы, как пользователи, как некоторую штуку, которая консистентно нам отвечает, да, о своем состоянии, действительно, как будто это одна нода. Но эффект, когда, ну, вот, условно говоря, мы считываем именно свои записи, ну, так скажем, некоторой такой казуальность, да, ну, то есть, типа, мы точно знаем, что мы что-то записали, и мы считываем это значение, она чуть меньше, ну, типа, гарантии дает. То есть, она слабее в ней, линеаризуемости. И я уж продолжу тенденцию, ну, то есть, прошлого стрима, который был, я упоминал книжку Database and Tunnels, вот там очень есть прикольная, прикольная диаграммка моделей консистентности, которая начинается со стрик консистентности, ну, консистентности, которая не бывает в жизни. То есть, это история, которая нарушает законы физики. То есть, где бы мы не записали, ну, в какую ноду бы мы не записали значение, вот, в любой другой ноде мы сразу можем его считать. Такого не бывает, потому что у нас есть законы физики, скорость распространения света и так далее. Следующая по жесткости модель – это вот линеаризуемость, про которую мы говорим. И там есть еще целая пачка моделек, ну, которые, там, sequential consistency, casual consistency, там, еще какие-нибудь consistency, и они уже, ну, допускают некоторые другие эффекты. Вот, но сегодня мы про линеаризуемость говорим, и в книжке Клепмана, ну, про нее достаточно подробно разобрано. Вот, когда она работает, зачем она нужна, и когда она нарушается, что бывает. Да, я хотел бы немножко положить сказанное, Саша, на рисунки, которые были в книге, да, то есть, там, вот, как раз пример начинается с того, что у нас есть три клиента, да, один пишет, два читают, и вот у нас там интервалами обозначено это время запроса, да, которое происходит, вот, и здесь как раз обозначается, что там клиента сначала видит только ноль, да, потому что еще никаких записей нет, вот, а когда у нас начинались пересечения во времени, вот, у нас есть этот в write, вот, что он запишет в x единичку от клиента C, да, и у нас есть три пересечения, в которых, ну, то есть, марта начинается с того, что, ну, в принципе-то не определено, какое значение получит клиент B и клиент A вот в эти пересечения, да, вот, и дальше мы говорим о том, что вот этот, ну, например, клиент B получил ноль, да, потом клиент A получил единичку все-таки, да, и вот как раз вот эта обязательность говорится о том, что вот следующее чтение, которое кто бы не читал, да, клиент B, например, да, он будет точно получать единичку, потому что уже, ну, кто-то в системе увидел, что это значение поменялось, да, то есть какой-то свап произошел, вот, и после этого все клиенты должны видеть эту единичку, вот, и из, ну, то есть дальше там еще вот есть такая сложная картинка тоже, вот, и здесь вот на каждом интервале, то есть это обозначается этот момент, когда у нас произошло либо изменение значения, да, либо когда клиент читает конкретно, да, вот, и вот все до последнего значения, где вот там клиент B читает X и видит двойку, да, это все считается, ну, линейризуемое, то есть оно все выстроено там в порядок, и каждое там последнее чтение видит то, что видели уже другие до этого, да, а вот с этим readX от клиента B в конце, это вот как раз обозначается, здесь у нас нарушение этой системы. Ну, да, собственно, вот имеют точки, точки чтения, это вот эти вот маленькие вертикальные линии, да, и вот эта вот операция CAS, это вот это атомарный compare set, вот, то есть это, грубо говоря, тоже write, поэтому не удивляйтесь, что X поменялся, хотя write был только в начале. А, да, там как раз вводятся эти три операции, да, чтение записи и CAS добавляется. Ну, в принципе, compare set мы обсуждали ранее. Давайте быстро напомним, ну, то есть это такая запись, которая происходит только в том случае, если значение равно второму аргументу этой функции. И это важная история, потому что если оно не равно, это означает, что что-то произошло в процессе, пока мы хотели записать. И эта запись больше не актуальна, нам больше нельзя ее делать, потому что иначе мы теряем информацию. Вот. Да, вот внизу у ClientD как раз CAS не прошел, там error написано. Да, да, вот у ClientD вот он пытается записать на место X значение 3, но только в том случае, если там значение 0, но там значение уже 2, поэтому эта операция не проходит. Вот тут интересная штуковина – это чтение, да, вот с ассоциательным значком в конце у клиента B. Да, вот он пытается прочитать значение 2, хотя стоит значение 4, и тут возникает ошибка, да, потому что это неконсистентное значение. И тут надо говорить про то, что вообще говоря, баз данных должна делать fix on write, да, то есть исправлять значение, которое пытается прочитать, но это не все делают, и это отдельная большая история. Да, у меня про… Да, сори, я просто свои мысли, я когда читал про это, про линеаризуемость, у меня первая мысль была такая, что типа, блин, зачем нам еще один уровень абстракции, зачем, когда у нас есть уровень абстракции в виде транзакции, да, и там есть сериализуемость вроде как, да, где мы договорились, что у нас все типа операции так сериалы последовательно идут, да, вот, то есть как будто бы здесь примерно то же самое, да, может быть, небольшие различия есть, но типа не такие уж важные, и там Мартин потом, он именно сравнивает сериализуемость и линеаризуемость, да, вот, говорит, что это, хоть они и похожи, эти две гарантии, но они про разные, потому что сериализуемость – это транзакция, это объединение нескольких операций, да, а линеаризуемость ничего не знает, как бы, про объединение нескольких операций, и не для того нужно. Вот, сериализуемость – это про обновление нескольких, возможно, объектов, да, а линеаризуемость – это обновление всегда одного объекта, какой-то, одного кусочка, да, Ну, еще он говорит, что, например, в стерилизуемости, если она использует, скажем так, не реальную стерилизуемость через один поток или через те методы, которые мы на прошлой неделе обсуждали, а, например, используют сериаловый снапшот, то это как бы противоречит линеаризуемости, потому что в снапшоте у тебя сохраняются какие-то значения, которые ты используешь, а они могут уже измениться, и система уже об этом знает, а ты еще не знаешь, и это идет прогресс как раз с линеаризуемостью. Да, казалось бы, что этот SSI должен предоставлять большие гарантии, да, вот читаешь, такой, хоп, а тут получается как-то противоречит немножко эти подходы. Вот, но это больше, да, про вариант реализации уровень сериалайзабл. Так, давайте, может быть, быстренько пробежимся по тому, какие мы применения видим для такого уровня гарантии, вообще, что можно, ну, то есть, глава начинается сразу с этого, что вот у нас есть такая сильная, сильная гарантия в распределенных системах, но зачем это надо, оно там немножко дальше описывается, да, и тут как раз как примеры предоставляются, это распределенные блокировки, да, лидер элекшн, то есть выбор лидера в системе, да, это когда мы говорили, например, есть сингл-лидер, вот, и он падает, мы там, не знаю, каким-то образом понимаем, что, ну, ну, он упал, и при этом определение вот этого падения в системе, да, это тоже, там, есть небольшой параграф один про то, что вот эти вот алгоритмы консенсуса помогают решать, там, ну, более надежно, с большими гарантиями, да, что не один кто-то увидел, а, например, что Quorum увидел, и мы приняли, что нода, ну, мы нашим Quorum приняли решение, что конкретная нода недоступна. Вот, также, как пример, несколько раз проскальзывает это уникальные констрейнты, да, получение, там, не знаю, уникального имени для пользователя, забронировать либо какой-нибудь ID-шник, вот, и также вот эта линеризуемость помогает нам решить проблему, которая была обозначена в начале вот здесь, да, когда у нас есть на самом деле дополнительный канал, да, связи с, между клиентами, то есть Элис и Боб, они на самом деле друг другом поговорили, они поговорили не через систему, ну, то есть в данном случае проблема возникает именно из-за того, что, ну, в частности, из-за того, что есть какой-то дополнительный канал связи между Элис и Бобом, вот, они, они не взаимодействуют, они через сервис, который предоставляет там счет, вот, вот, и там есть дополнительная картинка про это, вот, да, это кросс-чанел, там, и пенденсис, вот, что, как еще дополнительный пример рассказывает, что, если у нас система не реализуемая, например, для файл-стоража, да, и мы получили какой-то имидж, там, не знаю, большой, мы его сначала сложили в сторож, потом сказали в мастер-шкью, мы готовы, ну, типа, запроцессить это, и потом там имидж-ресайзер получил это сообщение, идет файл-стораж, хоп, а там может и не быть этого имиджа, да, если система вот эта файл-стораж не реализуемая, вот, то есть, как раз реализуемость помогает нам решить вот эту проблему с дополнительным каналом связи. Тут еще, как бы, он, с одной стороны, там может не быть, да, картинки, и тогда, типа, мы можем ошибку какую-то выдать, да, упасть с ошибкой, а еще хуже есть, когда мы, например, перезаписываем, например, свою аватарку, да, вот, и имидж-ресайзер сходил, нашел там картинку, но она старая, ее заресайзил и, типа, сказал, все хорошо, вот, а на самом деле, как бы, того, чего ожидалось, не произошло. Тут интересно, я вспомнил где-то с S3, когда начинали работать, и с гарантиями разбирались, как раз в нем гарантия на создание, она вот, примерно, такая, что появилась, значит, все увидят, а на апдейты, то есть, оно когда-нибудь кем-то увидится, ну, то есть, опять же, вот, как раз тот подход, что ты говоришь, и поэтому, если работаете там с S3, вам нужна надежность, то, ну, типа, всегда создавайте новый, вот, и вам будет гарантия выше, что все системы увидят это обновление. Так, кому-то есть что добавить? Тут тоже надо добавить. Ну, вот, смотрите, я бы просто пошел немного от другой, ну, то есть, истории, когда я реализуемость рассматривал, то есть, смотрите, мы делаем распределенную систему, то есть, нам, как, ну, как людям, которые ее делают, важно где-то хранить state. Соответственно, ну, state-less компоненты мы, там, относительно легко масштабируем, представим, что у нас есть какие-нибудь оркестраторы типа Kubernetes, да, вот, state-full масштабировать сложнее, причем, если мы хотим отказоустойчивость, нам нужно, чтобы у нас какая-то была redundancy, да, то есть, избыточность, у нас были какие-то, там, какое-то количество нот, и мы переживали эти падения. Соответственно, у нас уже, там, условно, 3-5, сколько там, ну, неважно, нот появляется, вот, важно, чтобы их, там, нечетное количество было, да, чтобы, там, с кворумом все было хорошо. И реализуемость – это, ну, как бы, максимальная наша хотелка от системы хранения, ну, для семантика, ну, взаимодействия с этой системой, если она гарантирует реализуемость, нам ясная, понятно, да, то есть, мы, условно говоря, получаем вот историю, как будто она, как общая одна нода, ну, то есть, работает, да, то есть, нету никаких непонятного, нету никакого непонятного поведения, то есть, записали нам, сказали об этом, дальше мы знаем, в каком порядке вот эти изменения, даже те, которые не перекрываются по времени. Вот, но чтобы это все работало, появляется история, что эти ноды должны между собой как-то координироваться. Появляется история с тем, что под капотом должен быть консенсус, этот консенсус может быть на базе лидера лекшн или, там, какой-нибудь другой истории, но эта штука, ну, стоит денег. Если так посмотреть, то современные, ну, как бы, многопроцессорные системы, там, с разной топологией памяти, они уже не ленинизуемы под капотом, ну, так, ну, если по-честному говорить. Поэтому, когда мы в своей распределенной системе хотим ленинизуемость, мы сразу понимаем, что, ну, как бы, с производительностью будет не очень. Вот, ну, может быть, не очень. Соответственно, после этого мы такие говорим, окей, а зачем нам ленинизуемость? И вот тут та история, где Элис и Боб пообщались вовне, она как раз говорит о чем? О том, что мы на самом деле должны понимать, какой у нас характер работы с данными. То есть, если, условно говоря, как бы эти данные внешне пользоваться, ну, как бы, они как-то связаны между собой, то получается так, что действительно Элис может сказать Бобу, Боб придет и захочет узнать вот последние данные. Если мы расплавим гарантии, то есть будем не ленинизуемые механизмы консистентности использовать, то, возможно, будут проблемы. Но часто в современном мире люди предпочитают, условно говоря, производительное решение. То есть они готовы мириться с какими-то относительно неконсистентным поведением. По крайней мере, неконсистентным в формате ленинизуемых гарантий. И тогда мы переходим к совсем, ну, то есть другим историям. По-моему, дальше в презентации будет история про работу с кворумом. Ну, условно говоря, история с какой-нибудь кассандроподобной моделью работы с данными, когда мы можем тюнить уровень консистентности, указывая, ну, там, сколько, ну, какой у нас фактор депликации должен быть на запись, на чтение и так далее. И вот там, кстати, если мы до этой штуки дойдем, там появляется история, что несмотря на вот всякие рекомендации, потому что у нас должно перекрываться количество нод, ну, в смысле, в сумме, когда мы указываем фактор репликации для чтения и записи, мы хотим, чтобы это было, там, n пополам, там, с округлением в верхнюю сторону, условно говоря, из трех, это две ноды, из, там, пяти, это, там, три, вот, и на чтении на запись, чтобы в сумме было больше, чем n. То там получается история как раз про то, что если мы не чиним, ну, как бы, не чиним ноды, которые еще не получили последние записи, а просто считываем, например, значение, которое было записано, там может быть как раз этот, ну, как бы, эффект, что мы получим нелинализуемое чтение именно из-за того, что, ну, из-за того, что Cassandra вообще, ну, как бы, так-то не гарантирует линализуемость из коробки. Вот, ну, то есть это на самом деле интересно. И, ну, как бы, у Клепмана неплохо это все расписано, но мне, чтобы это все догнать, пришлось там несколько кусов отдельно смотреть, ну, с примерами и разбором на пальцах лекций, я потом дам ссылки, и читать еще книжку по database and tunnels, потому что там тоже очень неплохо рассмотрено, и ни в одной главе, она, наверное, в трех или четырех, вот эта информация. Вот, причем она вознесена во времени. Да, да, насчет вот Cassandra и поддержки нелинализуемости, ну, у Мартина так написано, ну, типа, в Cassandra нет нелинализуемости, потому что там last right win, да, и поэтому, и он так, типа, ну, и все, короче говоря. И у меня в Твиттере произошел спор с одним из подписчиков, типа, я говорю, ну, вот в Cassandra нет нелинализуемости. Он такой, да как это, там же вот есть lightweight transactions, и они, типа, обеспечивают linearizable transactions. Я пошел читать, у меня, кстати, будет эта ссылка в рассылочке Architecture Weekly, number 3, и там написано, что у них есть механизм специальный, который так и называется, lightweight transaction, и вот он линализуемый, но, типа, оно чуть ли не ставит глобальную блокировку, да, на запись там в колонку, и таким образом достигает линализуемость, но это, естественно, бьет перформансу. И это опциональная такая штука, то есть ты можешь, типа, ее включить, то есть все остальные записи чтения делать как обычно, а вот для вот этих вот колонок, типа, использовать lightweight transaction, вот, вот, типа, тогда будет. Смотри, Вов, так-то Алекс Петров, это один из мейнтейнеров Cassandra, и он там рассказывает, как сделать линализуемое даже без lightweight transaction, просто фактически, если ты считываешь, ну, в момент, считываешь с форума, и у тебя есть расхождение между нодами, между ответами, тебе нужно найти ноды, которые еще не догнали значение, вот, в этой же, ну, то есть, при этом же считывании попытаться засинхронить последнее значение, и до момента, пока тебе не подтвердят, что это значение установилось, ну, как бы не заканчивать операцию чтения, и тогда ты достигнешь реализуемости, почему? Потому что у тебя чтение будет перекрываться с, ну, как бы, с операцией записи, то есть, ты точно не вернешь раньше, ну, то есть, то значение, которое еще, ну, то есть, не распространилось по всему кластеру, ну, то есть, и там, как бы, добиться этого можно, просто что у тебя будет с перфомансом по чтению, с форума, вот, если ты одновременно будешь, ну, типа, ждать, ну, догоняния вот этих, ну, типа, установки значений, ну, это вопрос, ну, плохо будет, Мартин, лучше получить, короче говоря, линиеризуемость. Да, Мартин же обсуждает как раз в этой главе, что линиеризуемость, как бы, достижима, но очень многие базы ей жертвуют именно по причине производительности, и процессор, на самом деле, они тоже жертвуют тем же самым, просто пытаясь выжить максимум, и вообще говоря, ну, то есть, там есть теоретическое доказательство того, что ты не можешь обойтись без потерь перфоманса при линиеризуемости, поэтому. Ну, понятное дело, да. Ну, то есть, у тебя трейд-офф, как обычно в архитектуре. Ну, да, да, просто круто, что оно теоретически доказано формально. Мне понравилось еще, что вот про развитие этой темы Мартин говорил, что, типа, ну, в сейчас современных процессорах тоже нет линиеризуемости, да, потому что даже если какой-то поток пишет, там, в общую мемори, да, то у каждого ядра есть, там, свой какой-то локальный кэш, вот, то есть, свой какой-то снапшот памяти, и это тоже идет в противоречии с линиеризуемостью, то есть, даже процессоры, во благо, перформансу, как бы, линиеризуемость исключают, вот. Я подбил бы вот эту историю с Кассандрой, как раз вот этот слайд, и демонстрирует этот сценарий, да, и вот то, что Саша говорил, вот у нас здесь вот этот ритм от клиента А, который читает с двух нот, да, он здесь получил 1 и 0, и вот как раз в этот момент фактически должен произойти ритрепейр, и, ну, то есть, он получил единичку, и на вторую реплику должен бы дописать, что у тебя здесь должна быть тоже единичка, и тогда следующий клиент фактически, да, он бы прочитал тоже здесь 1 и 0, ну, и что-то подобное, да. Ну, это опять же перформанс-хит, да, ритрепейр, не бесплатный. Да, это синхронная была бы штука, да, либо эти антиэнтропии, которая должна была тоже бы синхронно запуститься. Смотрите, вот как раз еще касаясь, ну, кусочка головы прилиниеризуемости, есть, Мартин там рассматривает различные там типы репликации, да, которые мы обсуждали в предыдущие разы, что, ну, и смотрит вообще, какая система, какой подход является линиеризуемой, а какой нет. Вот, например, там, single reader application называет, что потенциально может быть линиеризуемой, если мы используем синхронную репликацию, да, или читаем с лидера, ну, с лидера из синхронных реплик, вот. Вот, дальше он напоминает консенсус, логарифм, который дальше будет рассматриваться, что он линиеризуемый. Вот про лидер лес репликейшн, то, что мы сейчас, в принципе, подробно разобрали сценарий, да, и он его называет, вероятно, нереализуемый, да, и даже в конце там параграфа про лидер лес репликейшн, он говорит, что, ну, проще, проще воспринимать, что это нереализуемая система, нереализуемое решение, чем, в общем, разбираться в этих корнер-кейсах, вот. И про мультилидер репликейшн, собственно, говорит, что, да, это вот этот пример, что это нереализуемая система, когда у нас потеряется connection здесь между дата-центрами, то, соответственно, кто-то, ну, часть клиентов будет видеть там устаревшие значения, вот, и, собственно, это уже автоматом является нереализуемой системой. Так, дальше, по-моему, шла часть про капте арему, но она очень небольшая, вот, и можем, я не знаю, бегло ее пройти. Ну, Мартин закапывает капте арему тут и говорит, что, ну, это хорошая концепция, типа, overall, но она очень мало практического применения имеет, потому что все, все являет, все должно быть partition tolerant, иначе этим невозможно пользоваться, поэтому у вас есть выбор между CP и EP, да, и, типа, вам нужно выбирать. Ну, и там, на самом деле, нет дихотомии, там есть спектр, да, насколько оно будет консистентное, насколько оно будет available, и, в общем, в чистом виде, короче, капте арему не нужна. Ну, там еще как раз критика этого подхода, что выберите два из трех, да, что у нас там это consistency, availability, это, там, одни характеристики, а partitioning это фактически про ошибки, какие, да, что разделение, вот, тот тоже это критикует и также добавляет, что, ну, в капте ареме ничего не говорится про задержки, да, либо там мертвые ноды, вот это все. Я бы добавил, что, ну, типа, капте арема, ну, то есть очень важно понимать, что там, ну, типа, под consistency имеется в виду, ну, что помните, у нас есть asset, где consistency это совсем другое, ну, условно говоря, сохранение там всех constraint, ну, как бы, ну, между состояниями, ну, в смысле, когда ты делаешь транзакцию, как на начало транзакции, в конце у тебя все constraint соблюдаются, да, то есть ты консистентно, ну, как бы, перевел данные из одного формата в другой. В капте ареме консистентность, это как раз вот это наша волшебная реанализуемость, как мы поняли, самый жесткий, ну, как бы, существующий, в принципе, рабочий уровень консистентности, если не рассматривать мифическую strict, которая нарушает законы физики. И вот фишка в чем? В том, что, как мы поняли, уже реанализуемость, ну, как бы из коробки, она приводит к такой деградации перформанса в распределенной системе, что часто от нее отказываются. В итоге смысл от теоремы, ну, как бы, вот, от гипотезы, да, кап, где под консистентностью имеется линализуемость, от которой ты уже, в принципе, зачастую отказываешься, потому что ты говоришь, мне перформанс важнее. Ну, это скорее такая история, знаете, как rule of thumb, ну, то есть, типа, какое-то эмпирическое, ну, типа, правило, которое тебе говорит, да, ты все не получишь. И действительно, ты все не получишь, потому что ты одно из них действительно выбрать не можешь. Ну, грубо говоря, ты не застрахуешься от того, что тебе там безумный экскаваторщик не перерубит оптический кабель или, там, не знаю, вулкан не взорвется и не решит тебя доступа к мировой сети. Да, давайте поржем. Вот Саша говорит про экскаваторщик, но реально у Рокетбанка была такая проблема, когда оба кабеля были перерыты экскаватором. Типа, такое реально случается. Да, типа, главный запасной, потому что они вместе в одной связке были. Это тоже, мне кажется, лалка. Ну, смотрите, как некоторая штука, короче, про которую нужно знать, ну, в чем суть этой штуки, да, что лежит под капотом и каким она размышлением приводит, ну, сама каптеорема может быть полезной. Вот, но, как бы, как какой-то способ принятия решений, ну, то есть, или там практическое правило, наверное, ну, ее использовать не стоит. Да, мне понравилось, что Мартин говорит, что каптеорема это классная штука была, типа, в начале 2000-х для того, чтобы начать разговор вообще о проблемах, да, то есть, какая-то отправная точка, вот, и, типа, она уже свою функцию выполнила, да, уже, собственно, сейчас мы какой-то терминологиями, какими-то механизмами обладаем, и, типа, давайте просто скажем ей спасибо и все. А знаете, что еще интересное, что, ну, ее сформулировал Эрик Брюер, эту теорему, в 2000-м году, а потом Эрика Брюера позвали в Google делать как раз Google Spanner, и он White Paper описал, ну, то есть, первый про то, как Spanner работает. И в чем прикол в том, что на самом деле тот же самый Google Spanner, я уже в прошлый раз рассказывал, что таким типом систем начали давать новое название NewSQL, но суть была в том, что за счет контроля над инфраструктурой и, ну, определенного, она очень много делает в силу, ну, то есть, в сторону того, чтобы не было партишн, ну, типа, Network Partition. И если тебе не нужно, ну, типа, если у тебя ситуации Network Partition очень редки, и тебе не нужно выбирать, то ты фактически консистентно доступен, да. А в тот момент, когда у тебя все-таки это происходит, и это, ну, какие-то там реально доли процента, ну, в смысле даже, ну, очень малое число, вот, ты говоришь, что, ну, ты консистентным остаешься. Но, помните, я уже говорил про то, что вклад вот этой, ну, типа, недоступности самой там Google Spanner, он такой, что, в принципе, можно пренебречь для, ну, стандартного приложения, если рассматривать приложение целиком, а не только вот это, ну, место, где хранятся его данные. Вот, так что это достаточно забавная штука. Отведемся дальше. То есть, это одна треть главы, да, буквально вы с вами тут обсудили про линализуемость, еще есть две трети, остальные. И следующая часть, она посвящена, ну, гарантиям порядка, да, вот, и как мы вообще переходим к этой теме, потому что, ну, собственно, линализуемость, она говорит о том, что, ну, события выполняются в какой-то определенной последовательности, да, и надо как-то, ну, ну, и как раз отсюда переходят, там, какие варианты есть, гарантии порядка, да, как можно достигать, какой инструментарий для этого есть. Вот. Вов, ты хотел что-то добавить? Да нет, ну, я могу как бы начать, да. А, давай. Да, что он будет такие понятия, как, типа, total order, да, и total order, то есть, грубо говоря, как это по-русски, короче, общий порядок, наверное, да, и... Частичный порядок и полный порядок. Давайте, давайте, да, давайте, да, ну, у меня в книжке перевод такой, и, ну, и кажется, частичный порядок, полный порядок я слышал раньше от того же Леши Шапилева, ну, вот мы сегодня GVM поминали уже, поэтому... Давайте про это поговорим, что, вообще говоря, ну, это чистый матанжа, да, что у нас есть множество, которые могут быть полностью упорядочены, то есть, для любых двух элементов вы можете сказать, как они относятся друг к другу, то есть, они там больше, меньше или равны. А есть множество, для которых такого порядка, ну, не существует в принципе, например, да, потому что, ну, вот, книжка дает пример, типа, из множеств пар элементов, да, в которых там, типа, A, B, B, C, и как бы, ну, вы не можете их сравнить. Вот, и есть еще множество с частичным порядком, в которых вы что-то можете сравнить, а что-то сравнить невозможно. И вот по поводу записей в базу, например, это как раз частичный порядок, потому что там могут быть записи, которые, ну, которых одна запись явно позже другой, да, а есть конкурентные записи, и они приходят, происходят примерно в одно и то же время, и вы не можете сказать, как бы, какая из них больше или меньше, потому что они друг с другом вообще не связаны. Да, там мне больше понравился пример вот про этот партиал, либо там, там, козл ордер, ну, типа, не знаю, причинно-следственная связь, чтобы у вас соблюдалось в порядке, да, и там пример как раз с гитом, очень, мне кажется, визуально всем понятный, да, что у нас есть там дерево коммитов, они мы один на другим коммитом добавляем, это у нас вот этот, ну, типа, полный порядок, да, но когда мы начинаем бранчеваться, у нас получается две ветки, и это как раз конкурентные записи, можно рассматривать так, да, что они, ну, формально с друг с другом никак не связаны, и вы, ну, их порядок никак не сможете определить, это вот как раз есть, это частичный порядок, они потом сливаются между коммитом, например, да, но в истории вы, опять же, будете смотреть назад, непонятно, какая ветка была раньше, какая позже, вот, и вы, так, кто-нибудь добавит еще про эту штуку, про этот партелл и полный порядок? Да нет, пошли дальше, там Мартин рассматривает некоторые механизмы, типа, как можно за порядком следить, да, ну, и опять он рассказывает про таймстемпы, хотя мы уже в прошлой голове разбирались, что с часами вообще и с таймстемпами много очень проблем, да, они могут там синхронизировать туда-сюда, скакать и так далее, и путать порядок, вот, потом он предлагает, типа, можно как самый простой это какой-то секенс использовать, да, вот, ну, там тоже в распределенной системе, во-первых, это сложно, либо там каждый секенс на каждой ноде, либо что-то, как их потом мерзить, непонятно, вот, типа, внутри одной ноды еще можно как-то это все упорядочить, да, вот, и такую штуку он предлагает, как, типа, logical clock, да, то есть, грубо говоря, логические часы, да, вот, которые не именно, не от физических часов зависят, да, а именно строят последовательность вот во время транзакций, да, вот, а не привязаны именно к каким-то миллисекундам или к каким-то физическим величинам, вот, и, собственно, с помощью этого можно как раз упорядочивать операции. Ну, а там дальше идет пример с, типа, секенс-генераторами, которые он в итоге не советует использовать, да, там, например, если у нас есть две ноды, мы можем генерировать айдишки, там, на одной ноде четные, другие нечетные, вот, ну, и у нас, ну, основная проблема такого подхода, что у нас между нодами этот секенс, он никакой порядок не гарантирует, то есть, ты можешь гарантировать в рамках одной ноды, вот, ну, и обобщает этот подход, что можно нод-ид куда-нибудь вписывать внутри этого айдишки, но это та же самая проблема, вот, либо часто встречается тоже там при allocation blocks, когда у тебя одна нода забирает себе тысячу айдишников, например, и щелкает их один за другим, вот, и, ну, проблема та же самая, что порядок между нодами никак не сохраняется, вот, и следующий подход это использовать таймстэмпы Лампорта, вот, и он заключается в следующем, что этот таймстэмп, он в себе содержит ID, ну, какой-то каунтер и айдишник ноды, вот, и когда мы сравниваем два таких таймстэмпа, если у нас каунтеры одинаковые, да, то выиграет, ну, типа, тот, у какого, больше тот, у которого нод-ид больше, то есть, такой подход, но он зато позволяет выстроить все события, ну, то есть, в каком-то порядке, вот здесь как раз есть примерчик визуальный, как это может происходить, вот, да, тут важное уточнение, что если бы мы просто сделали так, как Илья сейчас проговорил, то это не дало бы никаких гарантий, и ключевой механизм в таймстэмпах Лампорта, почему оно работает, это потому, что как только одна нода видит, что от другой ноды пришло сообщение с большим sequential ID, вот эта нода принимающая, она увеличивает свой ID-шник до него, да, и таким образом мы поддерживаем, ну, типа, линейность. Как раз вот эти события, да, в конце вот здесь нарисовано, что у нас клиент A, он, у него максимум на этот момент единичка, вот, он идет, пишет в ноду 2, видит, что там уже пятерка, да, а, ну, там была четверка, и он получает пятерку, и вот он себе этот максимум всегда подтягивает. Я хотел добавить, что, типа, это все равно, типа, не северкулит, да, этот подход, потому что он круто работает, он общий порядок обеспечивает, и все, все хорошо, но он обеспечит его, как бы, постфактум, да, то есть, если, например, два юзера, два аккаунта создаются одинаковым юзернеймом, да, то мы сможем понять, что они конфликтуют, и какой из них выиграл, кто из них первый, грубо говоря, создал, только после того, как, типа, ноды там синканутся, и все такое, то есть, не во время реквеста, а уже как будто бы после реквеста, да, мы поймем, что, типа, один создался неудачно, вот, и мы его, типа, забьем на него, и, а вживую, короче, мы бы хотели сразу понимать, что, типа, когда еще чувак вводит пароль, ой, не пароль, а юзернейм, что, типа, у тебя этот юзернейм занят, да? Ну, или когда коммит нажал. Да, да, это как раз там, ну, типа, как используется, ну, описывается это походу, что это, да, не решают эти таймстемпы, собственно, ту задачу, которую мы хотим, вот, в частности, для уникального констраента, да, попробовать решить. Также упоминается вариант с вешенными векторами, да, это мы обсуждали, по-моему, в рамках определения конфликтов, да, вот, то есть, когда нода хранит там айдишники последних записей с каждой ноды, вот, что-то подобное, да, и мы можем определить, что они, ну, там, айдишники вырастут как-то неравномерно, и можем определить, что произошел конфликт, вот, и вешен вектор, да, основной посыл в этом части о том, что они используются именно для определения вот этих конкурентных операций, да, но не определяют порядок никак, вот, а именно вот эти темпстемпы лэмпорта, которые здесь описаны, они именно для определения полного порядка. Так, у нас есть еще 5 минут, да, либо резко ускоряемся. Не, не, не надо резко ускоряться, тут и так сложные вещи, вот, а если их быстро проговаривать, вообще никто ничего не поймет. Да, потому что как раз у нас осталась схема с распределенными транзакциями, с консенсусами, с, вообще, поговорить о том, как работает, например, ETCD из Укипер, вот, и какие там алгоритмы, вот, используются, возможно, у меня, короче, как я говорю, три варианта. Либо резко ускоряемся, но нам это не нравится, либо оставляем на домашнее задание, либо в следующий раз просто с этого начинаем. Нет, давайте мы разобьем просто главу на две части, и в этой, ну, сегодня мы, по сути, обсудили первую половину, а в следующий и обсудим вторую, вот все. Да, мы, да, еще не захватили такую тему, как этот бродкастинг этого полного порядка, да, в системе, мы, собственно, на этом остановились, и тогда в следующий раз продолжим. Да. Да? Да, давайте начнем. Идея, что нужно продолжить в следующий раз, и я бы, ну, я, помните, да, говорил о том, что книжка Клепмана, она напоминает такой сборник, ну, как бы, очень важных вещей, но из-за того, что он очень много хотел рассказать в книжке, многие вещи получаются слишком быстро и слишком скомканно. Вот, и в этом плане, ну, вот конкретно эти темы, посвященные, там, на самом деле, распределенным системам, консистентности, консенсусу, там, лидер и лекшн, там, не знаю, атомик бродкаст, они реально очень тяжелые. Вот, и очень классно не просто их, ну, в каком-то порядке рассматривать, а исходить из того, что зачем нам это все нужно. Вот, а, ну, как бы, мы вот сейчас рассмотрели историю с линерализуемостью и уровнями консистентности, а дальше мы под капотом можем рассмотреть, как этого достигать. И вот история про консенсус, она как раз про это, ну, то есть, типа, окей, решили, что нам в системе нужна линерализуемость, как ее достигнуть? Нам нужен консенсус. Консенсус, на самом деле, ну, если так копнуть, он, ну, как бы, эквиваленте задачи выбора лидера, то есть, ну, как бы, по факту. И, ну, как бы, там еще Atomic Broadcast, вот эта история, ну, как бы, они, там, перевязаны между собой очень плотно. И если мы в следующий раз начнем вот с того, где сейчас закончили, то мы попробуем просто понять, а как вот это все под капотом, например, систем, которая тебе гарантирует линерализуемость, работает. Вот, не факт, что мы будем это когда-то сами, ну, типа, программировать, да, эти алгоритмы, но понимать, что там под капотом происходит, и почему падает производительность, и вообще, ну, типа, как распределенная система достигает, ну, согласованности относительно выбора какого-то значения, какое оно будет следующая, то есть вот этого волшебного консенсуса, и как, условно говоря, это можно делать, ну, более эффективно, а история с лидером, ну, выбором лидера и консенсусом за счет того, что у тебя есть лидер на какую-то эпоху, она более эффективна, пока лидер, да, не умирает и там не перезапускается, чем каждый раз, ну, типа, договариваться, ну, то есть приходить к консенсусу, вот, это, ну, классная тема, и она на самом деле, ну, логически следует из вот этой всей истории, которую мы сегодня рассказывали, то есть давайте залезем под капот, вот, и ей, наверное, стоит посвятить там час времени, потому что, ну, она вот так вот сходу ни из одной книжки легко не достается, то есть мне, например, чтобы это понять, реально несколько книжек, несколько курсов, ну, типа, и пересматривание лекций, перечитывание книг, вот, ну, то есть помогло хоть как-то это в голове сложить. Тема сложная, я еще добавил бы, что, ну, и есть открытые вопросы, да, даже Мартин пишет, да, что есть какие-то открытые ресерчи, есть куда к интрибьюзии, то есть даже вот мы с вами сегодня рассказываем какой-то там срез, ну, типа, текущее состояние делала, да, ну, не знаю, через несколько лет может появиться еще какие-то оптимизации, скорее всего, или что-нибудь подобное, да, либо вообще новые подходы, а вдруг, а вдруг так, вот, то есть это такой, можно сказать, там, один из передовых краев, да, это именно темы с распределенной системой. Так, ладно, время вышло, я предлагаю заканчивать тогда. Вот, всем спасибо, что прослушали нас сегодня, поучаствовали, вот, и, да, всем, ребят, вам спасибо, что мы сегодня это все всудили, вот, давайте продолжим через недельку. Да, спасибо большое, пока-пока.